Подкалибер, кумулятив, дымовой снаряд, фугасный снаряд, каморный снаряд, ПТУР и даже оперенный бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном, он же лом. И все это есть на одном танке. Привет танкисты, с вами Укус, сегодня я расскажу вам о прем танке СССР Т55АМ1. Танк, который познакомит вас почти со всеми типами снарядов, если вы новичок. Данная машина находится на 6 ранге, а значит она качает вам всю ветку, так же как Турмс. Многие из вас задаются вопросом, что же мне купить? Т55АМ1 или все-таки Турмс? Я скажу так, если ты новичок, то купи себе какой-нибудь среднеранговый прем, выучи карты, чтобы хотя бы ты понимал, что куда приезжает и что откуда выезжает, а потом уже иди повыше, на высокие ранги и на топ тир. Если конкретно отталкиваться от 55-ки, то я бы ее рекомендовал тем игрокам, которые используют активный геймплей, а Турмс тем, кто использует пассивный. Так как 55АМ1 имеет больше потенциала для игры в ближнем бою. У нас и броня есть для своего БРа, у нас и снаряды есть для своего БРа, у нас и лазерный дальномер есть для своего БРа, у нас все есть, чтобы играть на 8.3 комфортно. Но раньше она была 8.7, также улитки недавно ввели 55АМД1, то же самое, только с КАЗом и бесплатная, но там уже БР 8.7, а значит что? А значит мы попадаем к Турмсам и играем мы исключительно 9.7.9.3, а это уже как бы не очень приятно, потому что ломами нас пробивают в силуэт. По поводу защищенности могу сказать то, что у нас есть накладка на ВЛД, которая стабильно держит кумулятивы от Л7 и от других пушек с пробитием примерно 400 мм, при условии, если они стреляют кумулятивами. Такая же накладка есть и на башне, ее еще называют Брови Брежнева. Все эти накладки, они могут танкануть кумулятивы и некоторые БПС, такие как от Л7, но я вам настоятельно не рекомендую это проверять. Броня-то вроде есть, а вот выживаемости нет. Если вас пробьют, это скорее всего будет ваншот, потому что здесь есть бак-стеллаж, есть много снарядов в корпусе, но зачастую тут взрывается сам топливный бак, либо бак-стеллаж. Иногда он аномально танкует, но это бывает очень редко. В целом это все та же 55А, которая на 8.0, только забущенная. В бронежилете, я бы так сказал. Что конкретно могу сказать по геймплею и снарядам? Играя на 8.3 мы частенько попадаем в топ, и не так частенько попадаем на 9.3. Но если попадаем вдруг на 9.3, то самые неприятные противники, они находятся в нашей команде. Поэтому можно в принципе играть на каморных, но опять же зависит от дистанции. Каморный снаряд это основной. Я обычно беру по 10 штук. 10 каморников, 10 ломов и 10 птуров. Каморный универсальный снаряд всегда ваншотит в борт, ваншотит леопардов, зачастую колесников ваншотит. То есть пробивает немного, но хорошо наносит урон. Почти всегда ваншоты. Далее беру 3бм25, он же лом. Его использую в основном против китайцев, когда мы попадаем на них, потому что это те же 54-ки, 55-ки, да, которые плохо пробивают с каморниками. Либо его использую на дистанции. У нас же есть лазердальномер, поэтому дистанция выставляется по щелчку. На большой карте можно прострелить кого-то на дистанции. Да и так, они в принципе более-менее дамажат. Не так конечно, как каморники, но урон у них иногда есть. И беру птуры. Раньше я катал на фугасах, но потом сделал выбор в пользу птуров, так как по сути эффект фугасный они тоже дают. ЛТшку картонную они забирают ваншотом. Всякие птуровозки тоже забирают ваншотом. Плюс его немножко можно скорректировать, в отличии от фугаса. Фугасом ты стреляешь по замеру, и он летит точно по траектории. А птур можно скорректировать, закинуть за кучу, что очень удобно. Особенно когда это птуровозки, они достают свою установку, и ты попадаешь им в эту установку птуром, они сразу взрываются. Это удобно. Но также можно и по танкам отрабатывать, если хотите. Тепловизора тут нет, а значит эффективно использовать ТДА не получится. Что значит эффективно использовать ТДА? Некоторые игроки не понимают, когда ты бросаешь дым, а когда ты включаешь ТДА. Дымовые гранаты, они через тепловизор не просвечивают. Может задымиться так, что сам в них потеряешься, а ТДА, когда ты включаешь, ты можешь просвечивать через тепловизор. Сама же 55-ка имеет максимальный коэффициент фарма в этой игре. Выше нее никого нет. Коэффициент 1.5 это потолок. По традиции оставляю вам бой, где вы можете наглядно посмотреть, как она играется, как она танкует и как на ней эффективно использовать снаряды. Для тех, кто вдруг захочет сдонатить, всегда есть моя ссылка скидочная, по которой вы получите скидку и получите наклейку. Также в описании по стримам есть ссылки на дискорд, на телегу, на твич, на трова. Там я стримлю, так же как и на ютубе. На ютубе записи стримов не остаются, но остаются на трова и на твиче, поэтому всегда можно посмотреть там. Это был краткий гайд по 55 АМ1. Рассказал вам то, что вы конкретно должны знать, как оно играется, чем оно стреляет, как оно живет, куда попадает, кто ее пробивает, кто ее встречает. Не забывайте лайк, подписку. Ну а я вам желаю приятного просмотра и увидимся мы с вами в следующем видео. Всем пока-пока. Ну вот, 55-ку поехал, видишь? Нормально кинул уже? Нормально. А вот когда поедем Исян, кинет в очко. Китайцы 99А, да, Ронни. Он хороший. Ну прикинь, это советский танк, грубо говоря, да? Который ездит как Абрамс. И наводится как Абрамс. Это такой... Что-то смешанное, что ли Леопарда с дамагом? Не знаю, нормально все было, когда катал на нем. Хорошо, что Каморник был. Он тут не один. geliyor. Отсюда. Каком-то. Мы выпившли. еще 3 приехал сюда флакона ноль шансов был он за шкаф борт пробивается и он просто вышел и сдох блин я думал у меня камера заряжена второй кат заглох рост я чё знаю скажу вам потом будьте задротами меня будет убивать вот видишь камерники решают против ройкетов ломом бы не факт что за ваншотил а камбрич ком бац и все народ есть еще какой-то еще один есть где-то на опере стоит а а и и и Это варьер, да, был? Да, это был варьер. Слева вроде я никого не слышал. Так. Флакончик, да? Тут, скорее всего, еще стоит какой-то тип слева. Возможно. Они обычно вон там на углу стоят. Не, вроде никого нет. Как он не умер? Значит, тройка это ваншотится, а это говно нет. Чифа прострелили, да? Так. Но это плохо. Народа у них еще много. Скорее всего, они за рейхстагом. Проезжать на С они не хотят. У меня двое, как минимум, слева. Один проехал уже. Дальше нет смысла ехать. Блядь, они давят со всех сторон, капец. Сейчас ваншотнулся. Где-то сзади должен еще один выходить. Дай-ка дыманем на всякий. Води один. Варьер меня захуярил, да? Сильно. Не, ну а че? Пунц, пунц. Почему я с Варьера пятьдесят пятки вот так не ваншотчу в ромб? Кто-нибудь знает? Опять убрали ускорители, смотри. Типа здесь какой-то Ил с ускорителями, Ил какой-то без ускорителей, что ли? Так. Ил скупским. всем залетать бомет у пожилой самолет до вроде тормоз пошел там у них может долетим один скиллов мы тут проигрываем да по идее должен долетать самолетов не вижу никаких точно реактивный чисто муляж самом деле там пропеллер просто стоит спереди работяги крутит педали на нем толпой да аккуратненько играешь все плюс фраги но попал я нормально на 50 пятки сейчас посмотрим второй бой как будет мечтыря в блин какой он пожилой он просто кое-как летит прям кое-как и бомбу у него с собой блин если очки кончат до того как бомба взорвется это будет прикол пиздец прямо в трубу попал там такая дырка была видели в крыше и туда прям бомба упала а прикинь сейчас бы я кстати прострел бы ядерку если бы она забагалась и утащил бы я ее далеко на крыле очки бы закончились я бы проебал вот это финиш был бы это просто пиздец чей-то дом взорвал прямо туда в дырку пал прикинь если бы он забрал с собой до конца да я и говорю если бы я ее на крыле бы унес очки бы закончились это был бы вообще финиш куда-то кинул за карту вообще исторические кадры до военных преступлений чего блять написал бомбит ядеркой берлин вот так вот да деды воевали